С вами канал Учебник Слух. География 7 класс. Тема урока – регионы Азии, Юго-Западная и Восточная Азия. Регион Юго-Западной Азии довольно большой, ограниченный на севере Средиземным и Черным морями, на юго-западе Красным морем и на юго-востоке Индийским океаном. В Юго-Западной Азии находится несколько крупных и ряд мелких государств, семь из которых – монархии. Во главе Иордании и Саудовской Аравии стоят короли. В Бахрейне, Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах правят эмиры. Глава государства Уман – султан. Другие страны – республики. Северная часть Юго-Западной Азии занята горами. Высокие хребты Эльбурс и Загрос тянутся от Турции до Ирана. От гор вглубь материка простираются обширные плато. Значительная часть региона расположена в пределах Альпийско-Гималайского складчатого пояса. В настоящее время здесь происходят активные геологические процессы, с которыми связаны сильные землетрясения. Почти всю Юго-Западную Азию охватывает зона жаркого пустынного климата. На засушливом Аравийском полуострове находится одна из самых унылых песчаных пустынь в мире – Рубль-Хали, что в переводе означает «пустая четверть». Обширные пустыни есть и в Иране. Крупных рек в регионе мало. Две самые длинные реки – Евфрат и Тигр. Они берут начало в горах Турции, где питаются талыми снегами и зимними дождями. Затем, пересекая засушливый Ирак, впадают в Персидский залив. Главное природное богатство региона – нефть, крупными запасами которой обладают некоторые страны Юго-Западной Азии. Из сырой нефти производят бензин и другие нефтепродукты. Экспорт нефти позволил этим государствам поднять уровень жизни населения. Саудовская Аравия – крупнейший в мире производитель нефти. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Именно здесь, около 11 тысяч лет назад, люди впервые начали заниматься земледелием. Позже возникли города, появилась письменность и первые своды законов. Две трети жителей Юго-Западной Азии – горожане. Среди крупнейших городов – Стамбул и Анкара в Турции, Тегерам в Иране, Багдад в Ираке и Дамаск в Сирии. Во многих городах старые кварталы с узкими улочками и шумными рынками соседствуют с небоскребами. Примерно треть населения живет в сельской местности, работает в полях или разводит верблюдов, коз и овец. Важнейшие культуры, выращиваемые на орошаемых землях – ячмень и пшеница, а также финики, оливки, орехи и цитрусовые. Промышленность наиболее развита в Иране и Турции. Самые крупные по численности народы региона – арабы, иранцы и турки. Арабы – самый многочисленный народ Юго-Западной Азии. На арабском языке говорят в 11 странах региона. Регион славится прикладными видами искусства, а также различными ремеслами, такими как резьба по дереву и камню, керамика, стеклодубное дело, работа по металлу, изготовление ковров и тканей. Со времен раннего Средневековья славятся стальные дамасские клинки. Настоящий шедевр оружейников из города Дамаска. Секрет изготовления этой прочной и гибкой стали был утерян. Весьма изысканна арабская письменность, поэтому всегда ценились мастера каллиграфии, которая достигла очень высокого уровня в этом регионе. Красиво выполненные надписи похожи на прекрасные орнаменты. Рукописная книга, украшенная миниатюрами, почиталась в мусульманском обществе как святыня и драгоценность. Но, пожалуй, самые выдающиеся успехи достигнуты в архитектуре. Грандиозные ансамбли с просторными площадями, водоемами, обрамленные садами, построенные еще в средние века. Множество дворцов и мечетей украшены замысловатыми, чаще всего цветочно-растительными узорами. Основные продукты питания в Юго-Западной Азии – хлебные лепешки и рис. В пустынных районах предпочитают финики. Самым распространенным блюдом является кебаб, кусочки мяса и овощей, запеченные на вертеле, а также сыр, йогурт и другие молочные продукты. Широко известны так называемые восточные сладости – халва, щербет, лукум, пахлава. Регион обладает большим количеством памятников древней и средневековой истории. Многие из них включены в список всемирного наследия. Например, старый город в столице Израиля и Иерусалиме – одном из древнейших городов планеты. Именно в этом регионе находится разваленный древний Трой, описанный Гомером в поэме Илиада, и еще более древнего Вавилона. Регион Восточная Азия занимает центральную и восточную часть Азии. Здесь расположена одна из крупнейших стран мира – Китай. С ним граничат остальные страны региона, площадь которых значительно меньше. Все страны, кроме Монголии, выходят к берегам Тихого океана. При этом Япония расположена на островах вблизи азиатских берегов. Рельеф западной части Восточной Азии слагается из высоких плато, горных хребтов. Во внутренних пустынях летом жарко, а зимой холодно. Суровая безжизненная пустыня Гоби расположена частично в Северном Китае и частично в Монголии. На юге региона простирается Тибет – высокогорная, открытая холодным и сухим ветрам Нагорье с суровыми зимами и коротким прохладным летом, с голыми пустынями или бесплодными степями. В Тибете, на границе с Непалом, находится высочайшая вершина мира – Гораджа Малунгма, Эверест – 8848 метров. Альпинисты могут подниматься на вершину и со стороны Непала, и со стороны Китая, в состав которого входит Тибет. Восточная часть региона занята плодородными равнинами, Нагорьями и густонаселенными речными долинами. Восточный Китай пересекают две великие реки – Хуанхэ и Янзэ. На северо-востоке Китаю примыкает Корейский полуостров, отличающийся изрезанностью береговой линии. В Японии много потухших и действующих вулканов, в том числе и высшая точка Японии – вулкан Фудзияма на острове Хансю. В районе Японии Тихоокеанская плита погружается под Евразийскую плиту. С этим процессом связаны частые землетрясения. Одно из самых разрушительных произошло в 1923 году в районе Токио. Город был полностью разрушен. Погибло около 100 тысяч человек. Если очаг подземных толчков находится под океаном, образуются огромные волны – цунами. Достигая берега, они вызывают гигантские разрушения. Восточная Азия включает всего пять стран – Китай, Монголию, Японию, Северную и Южную Корею. Однако по площади и по численности населения регион занимает значительную часть Азии, поскольку в его состав входит Китай – третье место в мире по площади. Кроме того, этой стране принадлежит и первое место по численности населения в мире. Население Китая превышает один миллиард человек. Все страны этого региона, кроме Японии, являются республиками, а вот Япония – это монархия. Причем Япония – единственная на планете империя, ведь правит ею император. Хотя говорить, что он правит страной – неверно. Особой властью он не обладает, но все равно очень почитается своими гражданами. Среди всех стран региона Китай особенно выделяется богатством и разнообразием ресурсов. Страна прекрасно обеспечена всем необходимым для развития промышленности и сельского хозяйства. Основные полезные ископаемые – уголь и нефть. Издавна являясь крупным производителем сельскохозяйственных продуктов – риса, батата, чая и пшеницы, Китай вышел на первое место в мире по производству зерна, хлопка, мяса, риса, а также хлопчатобумажных тканей. Кроме того, Китаю принадлежит более 1 трети мирового поголовья свиней. В последние два десятилетия имеет место интенсивный рост всех важнейших отраслей хозяйства. Китай превратился из сельскохозяйственной страны в промышленную и продолжает быстро развиваться. Однако многие жители, особенно в провинции, еще очень бедны. Но самая развитая и богатая страна региона – Япония. Это одна из величайших промышленных и торговых держав мира. Страна занимает лидирующее положение по производству легковых автомобилей, бытовых товаров, холодильников, стиральных машин, радиоприемников и телевизоров, компьютеров, стали. Япония выпускает самые большие морские суда в мире. Это предназначенные для перевозки нефти супертанкеры. Длина некоторых из них достигает 400 метров. Удивительно, что при этом в Японии мало природных ресурсов. Она вынуждена покупать в других странах продовольствие и различное сырье, необходимое для промышленности. Древесину, каменный уголь, железную руду, нефть, газ и многие другие материалы. Огромный вклад внесли страны региона в развитие мировой культуры. Особенно это касается Китая и Японии. Трудно перечислить изобретения китайских мастеров, которые обогатели человеческую цивилизацию. Фарфор, шелковые ткани, компас, бумага, порох. Архитектура, живопись, поэзия Китая кажутся нам, европейцам, необычными. Но от этого они не делаются менее прекрасными. Традиции древности живут в странах региона до сих пор. Например, многие китайцы встают рано утром и выполняют комплекс упражнений «тай дзи тюань» и «ушу», известных с давних времен. В Японии популярны традиционные виды спорта, история которых насчитывает уже много веков. Стрельба из лука, сумо, разновидность борьбы, а также разные виды боевых искусств – дзюдо, карате и кендо, фехтование на мечах. Китайская и японская кухни в последние десятилетия стали очень популярны во всем мире. При этом они совершенно разные. Японцы едят мало мяса, но зато широко используют разнообразные дары моря. Для японского повара главное – сохранить естественный вкус продуктов. Поэтому очень многие блюда представляют собой изящно нарезанные кусочки рыбы и других морепродуктов. В Китае же наоборот. Искусство повара заключается в том, чтобы скрыть вкус исходных продуктов. Порой невозможно понять, что же ты ел, но все это очень вкусно. Китай – родина чая, известный более 400 его сортов. Сами китайцы предпочитают пить зеленый чай. Черный в основном идет на экспорт во многие страны мира. Регион обладает множеством памятников всемирного наследия, как природных, так и исторических. Большинство из них расположено в Китае и Японии. Причем Китай занимает третье место в мире по их числу. Более 30 объектов природного и культурного наследия Китая включены в список всемирного наследия. Самым знаменитым из этих объектов является, конечно, Великая Китайская Стена длиной более 4000 километров. Она была построена более 2000 лет назад для защиты от набегов воинственных кочевников-монголов. Строительство ее продолжалось многие десятилетия. В некоторых местах стена так широка, что по ней могли передвигаться конные отряды, в том числе и на колесницах. Из других объектов можно назвать запретный город, императорский дворец в Пекине, дворец Патала в Лахасе, главном городе Тибета. В список всемирного наследия включены многие древние буддистские храмы, а также уникальный природный объект – древний кедровый лес в окрестностях города Иакушима на острове Хансю. Сохраняются многочисленные национальные парки и заповедники. Есть подводные парки на мелководьях, окружающих Японию морей. Повторим главное. Юго-Западная Азия – один из древнейших центров человеческой цивилизации. Народы, жившие здесь, построили первые города на планете, создали самую древнюю письменность и первые своды законов. Здесь человек впервые начал заниматься земледелием. В Юго-Западной Азии находятся семь государств – монархии. Арабы – самый многочисленный народ Юго-Западной Азии. На арабском языке говорят в 11 странах региона. Главное природное богатство региона – нефть, крупными запасами которой обладают страны, расположенные на берегах Персидского залива. Экспорт нефти позволил этим государствам поднять уровень жизни населения. В регионе находится большое количество памятников древней и средневековой истории, многие из которых включены в список всемирного наследия. Среди них Иерусалим – один из древнейших городов планеты. В Турции находятся развалины Древней Трои, описанные Гомером в поэме «Илиада». В регион Восточной Азии входит пять стран – Китай, Монголия, Япония и две Кореи – Северная и Южная. Самая большая по площади и численности населения страна региона – Китай. Все остальные страны сильно уступают Китаю по этим показателям. Самая экономически развитая страна – Япония. Страны региона внесли большой вклад в мировую культуру – бумага, шелк, фарфор, компас, порох и многое другое – было изобретено именно здесь. По числу объектов всемирного наследия Китай входит в число мировых лидеров. Их в Китае более 30. Среди них Великая Китайская Стена, Императорский дворец в Пекине, Тибетский дворец Потала. Субтитры создавал DimaTorzok